Сейчас у меня, да, сезон закончился, но началась еще более активная жизнь. Сейчас у нас прогулки с ребенком, сейчас у нас у меня стройка, сейчас у меня тоже тренировки, как бы продолжаются, никуда не делись, чтобы не терять форму. Я практически каждый день хожу в зал. Ну, я могу сказать, что из Европы, да, были предложения уже, и продлять тоже было предложение. Я вот пока что на паузе стою небольшое. Ну, отдыхаю, немножечко нужно все равно от баскетбола разгрузить голову. Самые яркие, ну, да, общение с болельщиками было прям здорово. Общение в команде на тот момент было невероятно первый год. Просто было что-то с чем-то, мы всегда были вместе, общались постоянно и общались с, как сказать, с группой поддержки, общались постоянно, общались постоянно с офисом. То есть вот как-то мы даже встречались под гитару, там, пели. Была атмосфера семейная такая, ну, офигительно. Все вспоминают то время вот именно вот и в основном по этой, как бы, траектории. Ну, и болельщики, естественно, я как-то подружился со всеми. У меня сейчас очень много друзей, знакомых именно болельщиков. Как ты оцениваешь игру «Локомотива» сейчас? Хорошо, очень хорошо. У них очень большое везение. И как-то они тоже очень слаженно действовали весь сезон. Сейчас, правда, у них много травм. И как-то, ну, не хватает, не хватает игроков. И вот они поэтому как раз у Никсу, я думаю, что так и проиграли. Если бы были все в составе, то, конечно, было бы, наверное, более интересно смотреть это, как бы, противостояние. Да, это был очень процесс длительный для меня, мучительно приятный. Где-то, наверное, больше мучительно, чем приятный. Вот, ну, я что только не делал. Просто, ну, я не знаю, видимо, я влюбился в нее с первого взгляда. В итоге моя вот эта эпопея с завоеванием длилась три года. С перерывами, естественно, и так далее. Я тоже в монастырь не уходил, вот, но продолжал добиваться. Цветы, всякие поездки там ночные, чаепития. Там, ну, я делал максимально все, что можно для того, чтобы она проводила со мной больше времени. Я даже познакомился с ее мамой и приходил к ее маме в гости на борщи для того, чтобы узнать побольше и получше. Были даже моменты, когда она домой приходила, а мы с ее мамой, образно, едим борщ. Она была просто в шоке. Говорю, типа, что ты тут делаешь? Да, бросил кольцом трехочковый, на палец прям попал. Нет. Предложение, предложение я тоже классно сделал. Она не знала, как праздновать день рождения. Я говорю, ну, если ты ничего не придумаешь, то я приглашаю тебя в ресторан. И в итоге, и сам, в итоге делал так, чтобы ничего не придумалось. Всем друзьям, кому она хотела пригласить, я всем говорил, что вы не можете, вы опаздываете, у вас дела. Она говорит, ну, никто не может, никто, я, наверное, не буду праздновать. Я говорю, ну, тогда, ладно, никто не может. Как это удивительно. Я даже не знал, что никто не сможет. Я тогда приглашаю тебя в ресторан. Вот, и в ресторан вот мы поехали. И как раз-таки мы покушали, вызываем такси, садимся в такси и расслабленно едем домой. Вот, ну, расслабленно, она была расслабленно. Я тихоря на телефоне так между ног подсматривал и писал текст себе предложения. Думал, чтобы не перепутать, нужно как-то собраться, что-ли, заучить. Не знаю, писал его еще несколько дней там. Все, еду, у меня руки дрожат. Приезжаем домой, говорю, у меня еще дома подарок для тебя есть. Глаза завязаны. Завязали глаза, перед дверью стоим. А я до этого, получается, обзвонил всех наших друзей. Из Казани, из Москвы, из Краснодара, из Ростова. То есть, в принципе, со всей России. Я всех наших друзей собрал. Вот. Все прилетели, все приехали. Плюс к этому я, получается, купил 1111 роз, 111 шаров. То есть, получается, ну, все единички я поставил. У меня, получается, фетиш у меня, да, единички. Вот. И, в общем, огромное сердце выложили вот из роз. То есть, гигантский вот такой букет. Все, весь потолок в шарах. И на заднем фоне 30 человек наших друзей с разных городов. Я ее завожу, глаза открываю. Она вот так вот, вот такими глазами. Вообще не подразумевалось, что там хоть что-то такое может произойти. Ну, и, естественно, тут я на колено падаю, плачу. Предложения делаю. Она еще долго так была в шоке. Она стоит, а я говорю, ну, быстрее. А я уже вот, уже стою, уже. Сейчас сердце остановится. Ну, ладно. Она же так и сказала, да, я это все. Расслабился, успокоился. Расслабился, успокоился. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Круто, то есть зал, офигительный, невероятно классный зал Приходят болельщики всегда, ну те же пенсионеры все приходят, забивают всегда все трибуны, болеют отчаянно Потом в Италии это такое чувство, да, как будто на остров мечты попало Выходишь, из дома выходишь, вот у меня сразу получается деревья, лимон и деревья апельсины Срываешь лимон и срываешь апельсины, выжимаешь свежий сок Садишься на улице, кушаешь завтрак со свежевыжатым соком Вот, и у тебя море через, образно, 50 метров То есть вчера у тебя был вот мороз, минус 10 и снег, грязь вот это вот все А сегодня ты выходишь, у тебя 20 градусов, солнышко светит, море шуршит вот это все Свежевыжатый сок у себя, как бы с участка ты выжимаешь, и вот это кайф был Это, скорее всего, самые яркие эмоции, связанные с баскетболом в моей жизни Мы ездили и выигрывали там, что, универсиады, потом с ЦСКА ездили на финал четырех Выигрывали Еврокубок, вот Кубок Фиба я тоже выигрывал Вот в финалах ВТБ, ну, все равно, как бы, насчет эмоций Это вот, то, что там было, это невероятно Это то, что каждый, наверное, спортсмен хотел бы в жизни испытать И вот ради чего ты играешь в баскетбол, занимаешься спортом То есть это, во-первых, это были жесткие эмоции в плей-оффе Мы попали в плей-офф, и мы в итоге в плей-оффе сыграли все игры, которые можно было сыграть Потом мы пробиваемся в финал, выходим в финал И в финале мы опять начинаем с двух поражений, потом две выигрываем А финал уже до четырех побед И мы сыграли в итоге семь игр Получается, две мы проигрываем, две выиграем, потом проигрываем, выигрываем И у нас счет 3-3, и мы играем последнюю седьмую игру у них дома В финале там, получается, вообще-то хорошо еще бросочек пошел Я помню, там 4 трешечки забиваю И вот мы уже повели, и настроение невероятное. Огромный зал, набиваясь там 7 или 8 тысяч зрителей, из них 5 тысяч только наших приехало. Все стоят, всю игру. То есть игра началась, люди встали и больше не садились. В итоге мы выиграли, и мы только из зала ушли где-то, наверное, часа в 2 или в 3 ночи. Мы вышли из зала, мы там помылись, поехали на автобусе, приехали к нам в город. И там вот тоже началось такое просто невероятное. В нашем городе 120 тысяч человек живет, и автобус команды встречало 10 тысяч человек где-то в 4 часа ночи. Получается, все встали ночью, и подъезд к залу, вся парковка, все было вот так вот усыпано людьми. Невероятные ощущения, и сказали, что лучше из автобуса не выходить. Мы через толпу проехали, прогудели, то есть всем махали. Лучше не выходить, потому что, говорят, разорвут вас там на сувениры просто сразу. В итоге все это закончилось, утром мы встали, и у нас утром была поездка на автобусе по городу. Двухэтажный автобус с открытым верхом, в венках победителей, с кубком, со всеми делами. Мы ездили вот так по городу змейкой. И вот именно тогда, наверное, я понял то, что сколько людей в этом городе знает и болеет за эту команду. Испытать вот это, это было, ну, реально невероятно. И потом нам сказали, что следующие два дня в городе можете делать, что хотите. Ну, можете идти там в рестораны, вас будут угощать везде. Для вас все бесплатно. То есть нам писали, приходите к нам, мы вас угостим, все бесплатно, там, покушайте, пожалуйста, там, чемпионы, вот, только сфоткаться с вами, пожалуйста. И вот мы ходили по ресторанам, мы там пили пиво, мы там ходили, отдыхали, гуляли по клубам. Даже когда мы хотели что-то заплатить, нам просто вот так вот, просто за руку хватали. Типа, ну, даже не смейте, то есть вообще не смейте. У него хорошо все, он уже попадает в мячик, ему хочется сверху забивать. Когда кольцо высоко, можно его опустить ниже, и он подходит туда, бросает уже сам. Ну, ему интересно. То есть мы пытаемся иногда даже с ним в футбол играть, но в футбол как-то так. Он мячик все равно хватает руками, и все равно мы вот там играем в пас, и куда-то мячики бросаем всегда. Ну, я надеюсь, что у него тоже будет баскетбольное будущее, потому что данные у него уже выдающиеся. Достроить дом, и чтобы еще больше детишек появилось у нас. В основном такие, ну, и хочется путешествовать уже побольше. Чемпионом чего-нибудь хотелось бы еще стать. Наверное, все-таки да. Еще бы хотелось бы напоследок еще чего-нибудь, чего-нибудь, какую-нибудь медаль забрать.